Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа «Русская начинка» и я ее ведущий, Егор Пирогов. С развитием античной культуры герои, помимо традиционных воинских доблестей, стали наделяться особой мудростью, музыкальным даром или хитростью. Какими талантами владеют современные герои, это мы узнаем после свежего видео. Итак, у нас сегодня в студии маленькие герои большого шоу-бизнеса. Это группа героя. Парни, здравствуйте! Здравствуйте! Позвольте, во-первых, с вами познакомиться. Это Михаил, Андрей, Сева, Влад. Ребят, вот, безусловно, очень хочется услышать об истории создания группы, но я хочу предупредить телезрителей, что группа героя – это своеобразная реинкарнация группы-волшебники-двора. Вот, Сева, расскажи, пожалуйста, что это была за группа, что это за волшебники-двора и почему решили стать героями? История этой группы начинается очень давно. Этой группе примерно 20 лет. Мы же в ней… Сколько, сколько? Примерно около 20 лет. Нет. Ребят, вы неплохо сохранились! Мы уже не первый состав. Эта группа славится своими премиями, так можно сказать. Дважды принимал участие на детском Евровидении. Детский Оскар, именуемый в Америке как Ян Атеста Уотс, заслужили мы. В общем, группа очень хорошая, талантливая. Вы знаете, в интернете я прочитал фразу, которую я, например, мог бы адресовать к таким мэтрам, как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, потому что там про вас было написано, на музыке этих ребят выросло не одно поколение. То есть, видя ваши совсем уж юные лица и не одно поколение, а как так получилось? Ну, на самом деле, у группы «Волшебники двора» много хитов. Это «Капитошка», их очень часто ратируют на детском радио. И я думаю, что многие дети любят наши песни, потому что они действительно о том, что любят дети. Но, к сожалению, пришло время, когда мы не могли просто выходить на сцену с нашими детскими хитами. Допустим, песня про слона или бедных. Это было уже не совсем таки уместно. В общем, пришлось бросить Мишку и пойти на взрослую сцену. Андрей, а не было страшно? Да, что страшного? Я на сцене шести лет. Вам все нормально. Миша, к тебе вопрос. Скажи, как относятся родители к этой смене названия, к тому, что вы вроде бы начинаете делать серьезные шаги? Уже во взрослый шоу-бизнес, они, быть может, мечтали о том, что ребята попоют-попоют, перебесятся, а потом пойдут в большие университеты, получать серьезные основательные профессии. Миша, как? Наши родители, безусловно, за. Почему? Ну, изначально мы попали в группу «Волшебники двора», мы специально шли туда. Мы специально приезжали. Мы проходили кастинг, успешно прошли его, поступили. Сева, ну одно дело, детское увлечение, это хобби. Детское увлечение переросло во взрослый, можно сказать, даже бизнес. Миша, почему название героя выбрали? Во-первых, надо было как-то называться. Да, и мы основывались правилом, как корабль назовешь, так он и поплывет. Название должно всем нравиться, и, знаете, это не совсем легко. Да, мы решили сделать такое название, которое вмещало бы в себя много понятий. То есть, допустим, герои романтического произведения, герой кино... Ребят, ну вы малыши малышами, но я думаю, что вы все прекрасно понимаете. Стоимость 20-летнего бренда «Волшебники двора», она очень высока, и вложено огромное количество сил, энергии, денег, да, Влад, чтобы раскрутить этот бренд, назовем его так. А почему решили отказаться? Ну, могли бы как-то и дальше продолжить? Ну, дело в том, что «Волшебники двора» существует и сегодня, да, да, просто это другой состав. Да, и было бы очень, ну, как бы глупо заканчивать наш творчество, потому что у нас такой большой опыт «Дважды Евровидения», «Оскар». Да, и в то время как раз с нашими авторами Натальей и Витальем Асошником были написаны несколько взрослых песен, было решено их попробовать записать. Скажите, правда ли это, что практически в каждой европейской стране существует ваш фан-клуб? Удивите меня. Да, это так. Да, действительно. И действительно ли в этом интернет-фан-сообществе активно обсуждают вашу реинкарнацию? Ну, можно сказать и так. Недавно в Японии появился фан-сайт именно группы героев. У «Волшебников двора» два, а у героев теперь один. Недавно мы отмечали знаменательную дату. В нашем твиттере, на американском твиттере у группы героев было 10 тысяч пользователей. О-паньки! У российского твиттера это, кстати, очень много, потому что... Я знаю. Ребят, скажите, пожалуйста, ну, наверняка были какие-то такие серьезные мужские разговоры с продюсерами о том, какими вы должны стать. Потому что все-таки от каких-то вещей, от каких-то привычек придется отказываться. Какая установка, какими себя хочется видеть, Миш? Я думаю, что мы не думали даже над этим, потому что мы такие, какие мы есть. То есть мы не продумывали специально о каждом персонале. Мы это мы. А вот нет такого страха и испуга, что когда люди взрослеют, они превращаются в личности. И вдруг вы станете уж очень непохожими, с разными интересами и с разными целями в жизни, Андрей. Ну, знаете, мы одна команда. Не было таких кастингов для группы героев. Мы уже давно друг друга знаем, и поэтому работать вместе очень легко. Как одна семья у нас очень сплощенная. Очень дружная команда. Ну, неужели не ссоритесь? Ну, бывает. Конечно, бывает. Но очень редко. Но редко. А как правило, из-за чего? На самом деле, чаще мы ссоримся из того, например, какую постановку сделать в номере. Потому что, я думаю, если будет ссор... Да, допустим, как вы знаете, разные точки мнения. Да. Ага. Но ведь это крайне тяжело, ребят, полностью обновить репертуар, да? То есть нужно отказаться от детских хитов, которые были популярны у малышей, у девчонок. О девчонках сейчас поговорим отдельно. Нужны, в общем, какие-то взрослые вещи, о чем хочется петь и о чем поете? Ну, понимаете, мы уже чувствуем себя по-другому. Мы себя чувствуем внутри, как взрослые, как личности. Было бы неуместно нам петь о карандашах, о проблемах в школе, о том, что я убежал из дома. Мы решили взять какую-то такую... Сева, вы влюблены сейчас? Ну, да. Влад. Ну, да. Миша, была любовь? Серьезная, нет, была влюбленность. А она была взаимная? Не совсем. Ну, то есть уже какие-то первые любовные переживания, Андрей, были? Они были в любом возрасте, поэтому эта тема... Не пугайте меня, Сева. Тема любви, она местна для любого возраста. Мы не хотим разбрасывать нашу аудиторию на какие-то возрастные группы. Мы не различаем на маленьких детей, для которых мы поем, на взрослых женщин, которые будут приходить в наши концерты. Мы поем для всех. Абсолютно. Ну, хорошо. В таком случае я вас удивлю. У нас абсолютно такой же девиз в нашей программе. Мы не разделяем нашу аудиторию ни на какие категории. Мы делаем для всех, от мала до велика, новости русской начинки. И предлагаю прямо сейчас прерваться на этот крайне интересный информационный блок. Дорогие друзья, мы возвращаемся к разговору. У нас сегодня в гостях повзрослевшие волшебники двора. Уже серьезный бойс-бэнд, группа героя, группа уже с любовными переживаниями. Ребят, кто пишет песни, да, и о чем они? Наши песни отличаются философскими текстами. Да вы что? Да. Да-да-да. Так. Современной аранжировкой и современным звучанием. Наши песни пишут наши бессменные авторы Наталья и Виталий Асошник, которые нам писали песни «Волшебники двора». Ну, мы участвуем в написании. Ага. То есть мы принимаем... Каким образом? Ну, допустим, когда есть какая-то идея. Мы приходим, рассказываем ее нашим писателям. Говорим, что хотелось бы спеть об этом, но болело. Данному поколению это очень близко. Наши писатели так. Да, и что... Что-то в этом есть. Что-то в этом есть, да. И что важно, наши тексты пишут женщины. То есть как бы другим девушкам или женщинам, которые нас слушают, более понятно. Да, потому что... Да, ну, хорошо. Ребят, тогда я хочу, чтобы все наши телезрители сейчас испытали небольшой культурный шок. Потому что, глядя на ваши красивые, юношеские, нежные лица, я думаю, что они с большим интересом и с удивлением посмотрят очень взрослый, на мой взгляд, очень стильный и очень пронзительный клип. Я предлагаю посмотреть первое видео группы героя и потом вернуться буквально к одному вопросу. В этой студии. Смотрим. О, как! То есть я, когда увидел, я был удивлен. Ребят, как родители отреагировали, потому что это вот как раз тот сакральный момент, когда вы, в общем, позиционируете себя, как уже взрослые юноши. Миша. Мои родители очень рады. Они всегда сопутствовали тому, чтобы я развивался. Развивался. Я сейчас к этому спокойно. Очень сильное обсуждение вызвали наши сверстники. Да вы что! Да, и большинство из них были, конечно же, женщины. И это хорошо, что они мужчины. Андрей, а что больше всего задело вот в комментариях по поводу этого видео? На самом деле, видео, ну, планировалось как доброе такое. Там ничего не было такого. Это обычная история о любовном треугольнике и первой любви. Но в интернете там такие отзывы, что... Да, мы их не читали, но нам рассказывали, что есть очень интересный отзыв про то, что группа героев на самом деле это секта. У них присутствует эффект 25-го кадра, потому что у нас очень часто сменяется... Картинка. ...ракурс за план. Мы сняли очень много хорошего материала и просто хотели побольше вставить. Но зрители восприняли это как эффект 25-го кадра, да. Есть такая же хорошая байка, что женщине 30 лет. Это извращение над малолетними. На самом деле здесь стоят мафиозные отношения какие-то. Ну, на самом деле, девушка была очень симпатичная, ей было 18. И я думаю, что зря они так пришли. Мне она понравилась. Ребят, я думаю, что вы знаете эту пословицу, что плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, и плоха та группа, которая не мечтает о большом таком мировом шоу-бизнесе. Я что-то слышал о ваших планах относительно Голливуда. Хочу услышать в этой студии подтверждение. Михаил. Да, мы, конечно, планируем развиваться и... За рубежом. Да, за рубежом. Нас поддерживают наши друзья. Да, наши друзья в Америке. Так. Музыкальный продюсер Джим Кук, который работал с такими именицами, группами как ACDC, Deepish Mod. Джанет Джексон. Да. Ничего себе! И совсем недавно мы записали хороший трек в Америке. Автором, которым является Джейсон Фелпс. Это песня Till Tomorrow. Ага. Ну вот. Как-то так. Песня о счетной любви. Да. Мое маленькое глупое сердце. Это наша дебютная песня, и мы ее записали там. Уже в английском. Им очень понравилась наша песня, и они решили ее перевести. Мы недавно ее записали в Лос-Анджелесе. И, я думаю, скоро слушатели услышат ее и будут счастливы. Ребят, ну, конечно, глядя на вас, мое родительское сердце разрывается от боли, потому что мир шоу-бизнеса, мир крайне жесткий и суровый. А вы в музыке, на сцене, каждый из вас с шести лет. Это такой финальный, крайний вопрос нашего сегодняшнего разговора. Уверен, что еще раз придете к нам в студию. Нет ли определенной усталости? Или вот группа героя, это и есть то второе дыхание, которое дает вам силы? Усталость от сцены? Да. Я думаю, это наоборот заряд. Совершенно наоборот заряд. Когда ты выходишь к зрителям, видишь их глаза, их настрой, ты можешь с ними общаться. Они могут отдавать свою энергию тебе, а ты, естественно, отдаешь им. Это взаимопередача. То есть я заряжаюсь энергией, когда выхожу на сцену. Михаил? Да, конечно, я согласен с Евой. Безусловно, когда выходишь на сцену, получаешь этот огромный заряд позитива, какой-то энергии, которая помогает в дальнейшем жить, радоваться. Андрей, ну ты-то устал. Нет, знаете, бывают такие ситуации, стоишь за кулисами, у тебя болит голова. Вот, ты выходишь на сцену, и от зрителей идут энергетические какие-то посылы, и ты сразу чувствуешь, что тебе лучше становится. Это очень круто. Влад? Ну, я думаю, что мы уже привыкли, что, может быть, после концерта небольшая усталость, но, тем не менее, потом мы хотим еще петь, еще радовать наших слушателей, и это все проходит, забывается. Ну что, ребят, мне хочется пожелать вам больших площадок. Самое главное, не ссориться, потому что это крайне сложно, не ссориться в таком коллективе, если много лет вместе. А если ссориться, то только из-за девушек, из-за женщин, потому что они единственные. Того стоят. У нас в гостях была группа героев, совсем молодые, юные, но, мне кажется, бесконечно талантливые, поэтому слушайте, интересуйтесь, быть может, совсем скоро попадете на их концерт. Это была программа «Русская начинка». Увидимся в этой же студии, в это же время, ровно через неделю. Пока.